Я так рад, что сегодня мы будем в Слове и поговорим о Божьих осенних святых днях, описанных в Торе, в 23 главе книги Левит. Но для начала я хочу, чтобы все мы поняли, что вне зависимости от того, верующие мы из евреев или из язычников, а я понимаю, что большинство из вас верующие из язычников, но эти осенние святые дни важны для всех нас. Зачастую люди относятся к святым дням как к чему-то, что касается только евреев. Но Бог не назвал их еврейскими святыми днями. Он называет их Его святыми днями. Это назначенные им дни. Павел сказал нам, что Ветхий Завет, Танах, Тора были написаны для всего Божьего народа сегодня, для всех, кто верит в Иисуса, и также для народа Израиля, достигших последних веков. Это не просто еврейские праздники. Это Божьи и святые дни. И они имеют пророческое применение к вам, евреевы или последователи Иисуса. Сегодня мы говорим о том, что на еврите называется Юм Труа или Роша Шана. Рош — это глава. Ха Шана — год. Иудеи верили, что это был первый день мира, день рождения Адама. Они празднуют в этот день еврейский Новый год. Роша Шана — глава года. Но более точно это переводится как «праздник труп Йон Труа». Итак, мы говорим о празднике трупа и о том, как этот праздник относится к нам, современным последователям Иисуса. Если вы не смотрели нашу предыдущую программу, то я призываю вас найти ее на нашем сайте. Вы можете посмотреть ее онлайн или заказать в конце программы. Это очень важное учение. У меня нет времени делать обзор того, о чем мы говорили в прошлый раз, но вам необходимо это прослушаться. Сегодня мы переходим к новому материалу. На прошлой неделе я говорил о божественном шафаре, который выструбил на горе Синай. Этот трубный звук был слышен с небес, и он звучал все громче. Он дошел до Крещенда. Он был настолько мощным, что более миллиона израильтян у подножия горы начали трястись в ужасе. И затем Господь заговорил. Откровению от Бога предшествовал звук шафара. И в качестве пророческого исполнения этого события мы читаем в первой книге Фессалоники, в четвертой главе, что когда вернется Иисус, будет звучать небесный шафар, и он возвестит его приход. И так же, как Моисей взошел на вершину горы, когда после звука шафара явился Бог, шафар прозвучит снова. Иисус спустится точно так же, как Яхве сошел на гору Синай три с половиной тысячи лет тому назад. Звук шафара возвестит о приходе Иисуса. Он придет с небес, и мы в тот же миг будем восхищены навстречу с Ним в воздухе. Точно так же, как Моисей взошел на вершину горы и там повстречался с Господом, после того, как был слышен звук шафара, я говорил об этом на прошлой неделе. Я упомянул, что Бог поместил это событие в свой календарь в качестве напоминания, что Иисус вернется за вами, и Он вернется скоро. Если вы еще не прослушали прошлую программу, обязательно сделайте это. Последние слова Иисуса в книге Откровения звучали так. «Се гряду скоро». Иисус вернется скоро. Он желает, чтобы мы жили с осознанием этого, и чтобы это влияло на то, как мы живем, и на наш выбор каждый день. Сейчас мы идем дальше. Мало того, что Иисус вернется при звуке шафара, это, я напоминаю, первое послание фессалоникицам, но так же, когда Он вернется, Он принесет совсем другой мир. Во-первых, на земле наступит тысячелетнее царство. Затем мы увидим новое небо и новую землю. Сегодня я буду говорить не о хронологическом порядке, в котором будут происходить события последних дней. Но я хочу говорить о реальности возвращения Иисуса, о котором будет возвещать шафар, с концепцией того, что небеса реальны. Во-первых, я хочу, чтобы вы поняли, что небеса — это реальное место. Итак, я говорю о возвращении Иисуса и о том, как это относится к событиям последнего времени. И, пожалуй, к главному событию последнего времени — к Царству Небесному, к новой сфере реальности. Я хочу, чтобы вы поняли, что небеса — это реальное место. Это факт. Будучи новообращенным христианином... А, кстати, для всех евреев, кто нас смотрит, когда я стал христианином, я не переставал быть евреем. Я рожден евреем. А кто рожден евреем, остается им навсегда. Нельзя родиться христианином. Христианином может стать каждый еврей или язычник, кто решил следовать за Христом. «Христос» — это греческое слово, которое на еврите звучит как «мэшиа» или «мессия». То есть «Христос» означает «помазанный». Как еврей я следую за помазанным. То есть «следую за Христом». Помазанный — это никто иной, как царь иудейский. «Яшуа Хамаши». Поэтому он был распят. Послушайте, он был распят, и над его головой была надпись. «Яшуа из Назарета. Царь иудейский». Поэтому мы не сравниваем яблоки с яблоками, когда нас спрашивают, вы еврей или христианин. Это совершенно разные вещи. Человек может родиться евреем, это его родословное. А христианином ты становишься, если решил следовать за Иисусом. Я еврей, который следует за Иисусом, точно так же, как и 12 апостолов. Я хочу вернуться с вами в то время, когда я впервые уверовал в Иисуса. Начал читать Слово Божие и прочитал о небесах. В то время я представлял небеса как некое духовное место. Я не думал об этом как о реальном месте. Для меня это не было какое-то видимое место. Для меня это было не больше, чем духовное состояние. Я просто представлял, что в небесах я буду Духом в присутствии Божьем. Но когда я начал глубже изучать Слово, я понял, что вдобавок к тому, что Бог есть Дух, что я рожден от Духа, и что небеса — это прежде всего духовное существование, я начал понимать, что небеса — к тому же реальное, материальное место. Они находятся вне этого мира и вне естественных законов, вне гравитации, времени и пространства. Но все же небеса — это реальное, физическое место. Подумайте об этом. В Евангелии от Иоанна, 14 главе, 2 и 3 стихах, Иисус говорит, «Я иду приготовить вам место». Послушаем, что говорит Слово Божие. Иисус говорит, «В доме Отца Моего обители много». А если бы не так, я сказал бы вам, «Я иду приготовить место вам». Речь идет о физическом месте, о конкретных обителях. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я». В некоторых переводах стоит слово «обитель», в других — слово «место». В доме Отца Моего обители много. Я хочу, чтобы вы понимали, что так же, как Бог поместил нас на землю, и земля — это реальное место, и мы имеем реальные тела. Мы видим деревья и животных. Точно так же небеса, возлюбленная церковь, это реальное место. Мы будем в реальном месте. У нас будут тела. Эти тела будут не такие, как эти наши. Но это будут настоящие тела. Мы сможем видеть то, что нас окружает. Мы будем жить в настоящих обителях. Пока мы не можем этого представить, но это будет вполне себе реальное место. Бог создал человечество, чтобы оно пребывало в обителях. Иисус говорит, что таких уникальных обителей у Отца для нас много. Я верю, что обитель, в которой вы будете жить на небесах, это обитель, которая была создана специально для вас, спроектирована лично для вас. Она будет отражать то, кем Бог создал вас. Каждый человек по-своему уникален. Мы часто это слышим. Каждая снежинка уникальна. Мы слышим это постоянно. Давайте откроем книгу Откровения, 21 главу. В первых двух стихах 21 главы мы читаем о том, что Господь поднял Иоанна в духе на небеса, и он увидел небеса. Итак, представьте, Иоанн на острове Патмос. Книга Откровения написана на острове Патмос, куда Иоанн был сослан из-за своей веры в Иисуса и из-за того, что он смело проповедовал Евангелие. Его решили отослать на отдаленный остров, где он больше ни на кого не сможет влиять. И вот он на острове, и в день Господень он пережил сверхъестественную встречу с Богом. Он услышал, как с небес раздался трубный звук, так же, как и в праздник труп, и он был поднят в духе. Он увидел небеса. Послушайте, что он говорит в книге Откровения, 21 главе, первом стихе. Обратите внимание на второе слово. «И увидел я». Иоанн увидел это своими глазами. Новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежнее земля миновали, и моря уже нет. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Итак, вы услышали, что Иоанн увидел небеса. Это не просто духовное состояние. Он не просто что-то почувствовал, но это реальное место. У Бога есть место, которое Он приготовил лично для вас. Мы продолжаем наше изучение, исполнение праздника трупов. Иисус дует в шафар с небес и принимает нас к себе. А в итоге Он забирает нас на новое небо и новую землю. И мы идем далее. Мы также видим, что небеса — это место, где Бог пребывает в самом полном смысле. Иначе говоря, Бог в небесах, а человек на земле. Бог здесь, на земле, но Он не являет здесь свою славу в полноте. Бог пребывает на небесах, а люди населяют землю. Но место, куда Он нас заберет, будет местом, где будет в полноте проявлено Его присутствие. То есть мы видим, что на земле происходит много всего, что не от Бога. Мы видим убийства, мы видим жестокое обращение с детьми, мы видим болезни, видим, как люди умирают от голода. Это не от Бога. Бог присутствует на земле. И мы можем ходить с Ним на земле, но здесь Он проявляется не полностью. А в небесах Он проявится полностью. Иисус говорит о небесах в Иоанна 14 главе 3 стихе. «Я приведу вас туда, чтобы и вы были, где Я». Вы помните, когда Иешуа учил нас молиться? Он говорил, молитесь так. «Отче наш, сущий на небесах». Итак, во-первых, мы сказали, что небеса — это реальное место. И теперь мы говорим, что небеса — это место, где Божие присутствие проявляется и познается полностью. Идем далее. Мы пытаемся понять концепцию, истину и реальность небес. Мы только что увидели, что небеса — это Божий дом. Услышьте меня. Когда Иешуа пришел на землю, он сошел на землю с небес. Разве не прекрасно осознавать, что тот, в кого мы верим, Бога-человек и Иисус Христос, Иешуа-хамашиах, пришел на землю с небес? Некоторые другие мировые религии утверждают, что они верят в Иисуса, но только как в пророка. Они приравнивают Его к другим великим людям. Но Иисус не просто великий человек. Он Бога-человек, сошедший с небес. Он Бог, облекшийся в человека. И в 6 главе Иоанна 38 стихе мы читаем слова самого Иисуса. «Ибо я сошел с небес». Он говорит, «Я сошел с небес». «Нет для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Иисус не только сошел с небес, но также Он поднялся с земли в первой главе книги Деяний. Он находился с учениками на Елеонской горе, и вдруг Он начал медленно подниматься над ними. Он был вознесен с земли силой божественной славы. Он поднимался выше и выше, пока не исчез в облаках. И затем к Ним, смотрящим на Него, обратился ангел. Он придет точно так же, как вы видели Его, вознесшимся в небо. Он сойдет с неба. Давайте прочитаем об этом в книге Деяний 1 главе. Это 10 и 11 стихи. Тут сказано, «И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его, восходящим на небо». Еще раз, мы увидели, что небеса — реальное место. Мы увидели, что это место Божьего пребывания. Он там находится. Мы увидели, что Иешуа, что Иисус сошел на землю с небес. Мы увидели в первой главе Деяния, что Он вознесся из земли и вернулся на небеса. Сейчас я хочу показать вам еще кое-что. И это будет захватывающе. Когда мы с вами умрем, если мы умрем до возвращения Иешуа, я снова хочу сделать ударение на том, что Бог желает, чтобы мы жили с ожиданием того, что Он вернется до того, как мы умрем. Но если мы умрем до Его возвращения, уверяю вас, мы сразу же попадем на небо. «Когда умирают верующие, они попадают в место, которое называется рай. Это и есть небеса». Я покажу вам концепцию, которая может быть вам непонятной, но я докажу это из Писания. Место, куда сейчас попадают верующие, которые умирают, — это небеса. Но это не окончательные небеса. Об окончательных небесах мы читаем в последних двух главах Откровения. Между ними есть разница. Я ее вам покажу чуть позже. Но я хочу вас ободрить через то, что помогу вам увидеть в Слове Божьем, что когда вы умрете, вы сразу же окажетесь рядом с Богом. Павел говорит выйти из тела и водвориться у Господа. Вы помните эту историю, когда Иешуа был на кресте, и два разбойника висели рядом с ним? Один из них, висевший на кресте рядом с Иисусом, осознал, кто висит рядом с ним. Он выразил свою веру и упование на Иисуса. Иисус сказал этому разбойнику, который уверовал в него, «Ныне же будешь со Мною в раю». Давайте вместе посмотрим Слово Божие. Это 23 глава Евангелия от Луки, 43 стих. Это слова Иисуса. «И сказал Ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Посмотрим еще одно место. Откровение 2,7. «Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Итак, небеса — это место. Настоящие небеса — это рай. Это место, куда мы попадем, если умрем до прихода Иисуса. Мы задаемся вопросом, что это будет за место? На что будет похож рай? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы снова заглянем в Слово Божие. Писание описывает нам это место в книге Откровения. Мы не сможем сегодня закончить эту тему. Итак, 6 глава Откровения. В этой главе Иоанн описывает место, куда попадают верующие, когда умирают. Иисус назвал это место райом. Сегодня я успею лишь прочесть вам это место и сделать пару вступительных комментариев. Прочитаем Откровение 6 главу с 9 по 11 стих. Не пропустите нашу программу на следующей неделе. Мы будем копать, чтобы вынести драгоценное из этого местописание. Итак, Иоанн говорит. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвы ником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И вы запили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашим». И даны были каждому из них одежды белые. И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнить число. Итак, несколько концепций, которые мы можем извлечь из этого отрывка Писания. Во-первых, мы видим, что когда умирают святые, это то, куда они попадают. Потому что Иоанн видел души тех, кто был убит при его жизни за их веру и свидетельство Иисуса. Иоанн видел их в небесах у Божьего алтаря. Это учит нас тому, что когда мы умрем, мы попадем в это место. Мы попадем сразу к Богу. И также мы видим, что находящиеся там сохранили свою идентичность. Они помнили, кем были на земле. Они были теми, кто был убит за свое свидетельство. Возлюбленные, не пропустите наш следующий выпуск. Попав на небеса, вы будете той личностью, что и на земле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова